Доброе утро, с вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. Прямо сейчас переходим к выпуску. В Барнауле подскочили цены на дачные ягоды. Заметнее всего подорожала Виктория и Земляника. Стоимость поднялась примерно на 20-30% в сравнении с прошлым годом. К примеру, в 2019-м стакан Виктории стоил 70-100 рублей. Сегодня 130-150 рублей. Стакан Земляники в 2019-м обошелся бы вам в 220 рублей. Сегодня за него придется заплатить от 250 до 350 рублей. По словам дачников, такая ситуация сложилась из-за неурожайного года и апрельских заморозков. 20 тысяч алтайских семей уже оформили ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Размер выплаты составляет в Алтайском крае более 5000 рублей. Ее могут получить семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Прием заявлений на получение выплат в регионе начали в мае. Их можно подать через единый портал госуслуг. Выплаты начались с 1 июня. За 22 дня нашей работы 20 тысяч семей данная выплата уже назначена на 25 тысяч детей. Это можно сказать, что еще не середина. Мы, скажем так, приступили к этой работе. И всего на эту выплату предусмотрено 3,5 миллиарда рублей. И мы приближаемся к миллиарду. На сегодня сумма выплаченных средств составила 747 миллионов рублей. Общероссийское голосование о поправках в Конституцию в отдаленных селах региона началось досрочно 16 июня. Наша съемочная группа узнала, как голосуют в труднодоступных районах региона. Подробности у Анары Шагировой. Ельцовский район, местность Притаежная. Дороги ухабистые. Добраться сюда без специальной машины невозможно. Особенно в дождь. В малые селы, где всего несколько дворов, бюллетени везут на УАЗе. Село Бахта называют отдаленным и труднодоступным. Здесь, до ближайшего населенного пункта, 37 километров. И добраться по вот такой вот проселочной дороге в такую погоду действительно очень трудно. Отдать голос за или против поправок сельчане пришли, несмотря на дождь. Исключение – пожилые жители. К ним члены избирательной комиссии приезжали домой. Бюллетень спускайте, заявление оставьте, мы подойдем, заберем. На, положите, мы возьмем. Вот так, что? А, на, не, что? Пожалуйста. Спасибо. Избирательного участка в селе Бахта нет. Помещение для голосования предоставил один из местных жителей. Здесь, как и положено, использовали защитные маски, перчатки и средства дезинфекции. А вот те жители Бахты, которые по каким-либо причинам не смогли проголосовать, могут сделать это позднее. Есть возможность еще с 25 по 1 число подать заявление. И они смогут также позвонить в наш избирательный участок. И можем мы выехать по месту жительства. Для осуществления их права голоса на этом участке. Либо подъехать к нам на участок. Жители села надеются, что вместе с поправками в Конституцию страну ждут изменения. Конечно же, в лучшую сторону. Нужны поправки? Конечно. Почему? Ну, как почему? Хотя бы насчет Крыма, чтобы никогда у нас его не забрали. Я согласен, что какие-то изменения должны быть в Конституции. Согласен с тем, что не должно быть двойного гражданства однозначно. Но надеюсь, что жизнь лучше будет, поправится все. Что будет, жизнь покажет. Анара Шагирова, Михаил Рифуншан. Новости. В конце выпуска коротко о погоде на сегодняшний день. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Местами по западу региона возможен град. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. А вот ночью столбики термометров опустятся до плюс 12 и плюс 17 градусов. В предгорьях ожидается до плюс 7 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. К этому часу пока все. Я желаю вам отличного дня. Субтитры подогнал «Симон»!